По заключению комиссии лучшим кабинетом ОБЖ городских учебных заведений признан кабинет в школе номер 9. Наша съемочная группа узнала, чем он заслужил такую высокую оценку. По мнению самих учащихся, предмет основы безопасности жизнедеятельности. Один из самых важных, по-моему. Важную роль играет урок ОБЖ, потому что на нем рассказывают основы жизнедеятельности. И если что-то случится, и ты увидишь то, что происходит, и можешь помочь чем-то. Кабинет ОБЖ – это не просто кабинет, в который просто приходят ученики, читают книжки, листают. Вот этот кабинет должен быть современный, который отвечает самым последним требованиям. В рамках месячника по безопасности в городских школах прошел смотр-конкурс кабинетов ОБЖ. Выводы комиссия сделала следующие. Кабинеты во всех школах есть. Где-то они не отдельные, а совмещенные. Требуют обновления материально-технической базы. Хуже, что в некоторых учебных заведениях нет педагогов. А часы, отведенные на занятия, чаще всего проводят классные руководители или другие предметники. Цель конкурса – чтобы увидеть, что есть сегодня, и стимулировать на дальнейшее улучшение материальной базы, что способствует более качественному проведению занятий. Лучшим, по мнению комиссии, был признан кабинет ОБЖ школа номер 9. Здесь не только есть требуемая наглядная агитация, главное – оборудование, позволяющее отрабатывать теоретические знания на практике. Я уже три года работаю в этой школе с таким оборудованием, которое есть. Это знание, чувствую, что дети получают знания. И он ночью разбудил, он окажет эту помощь. Приборы войсковой, химической и радиационной разведки и контроля. Измерение излучения. Газодымозащитный комплекс. Автомат Калашникова и учебные гранаты. Пистолет. Любимец учащихся манекен Гоша, на котором дети отрабатывают способы оказания первой медицинской помощи. Все это делает кабинет насыщенным, а уроки интересными и полезными для жизни. Мы больше изучаем все-таки первую помощь, так как это, скорее всего, самое важное, что мы изучаем на ОБЖ. Нам здесь учитель объясняет, как помогать в различных ситуациях, лавинах, наводнениях. Если что-то с человеком случилось, упал в обморок или машину сбил. Почти каждый урок мы практикуемся на тренажере. Вот на одном уроке у нас инородное тело. Что-то в горло попали, и надо было сильно нажать. Много рёбер переломали в вашем Гоше? Да. Тренировались много. Это может в каких-то опасных ситуациях помочь. Мы можем спасать людей благодаря этим знаниям. Я думаю, когда мы вырастем, это очень пригодится в жизни. У нас есть внеурочные занятия по ОБЖ. Мы можем приходить, собирать, разбирать по очереди, стрелять, тренироваться. И если манекены, подобные Гоши, есть ещё в четырёх городских школах, то безопасный тир – редкость для школ Московской области. А в школе номер 9 он единственный в городе. Четыре года назад он обошёлся школе в 60 тысяч рублей. Но директор школы Владимир Самохин уверен, что жизнь человека гораздо дороже. Оборудовали ещё один кабинет таким же оборудованием, как и этот. Этот кабинет будет для начальной школы на втором этаже. У нас есть уже учитель, который будет за него отвечать. И уже ученики начальной школы будут с самого, так скажем, первого класса уже знакомиться и знать, что им делать в каких-то ситуациях, которые действительно могут возникнуть. Урок ОБЖ, участниками которого стали члены комиссии и наша съёмочная группа, прошёл на одном дыхании. Активно и с удовольствием в нём участвовали и дети, и учитель. А по окончании урока – и члены комиссии. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лодня».